сходу прям резинка да место шикарно, тут округ, тут судак поджиговать вечером, вышли, вся река в пуху все кольца забиваются, она на плетенке наседает наверное, у нас еще не получится главное, вот это все снимешь и новое все приедет друзья, мы на воде, с утра не стали рано просыпаться сейчас все оснащаем и холоды ставим все делаем и уже, наверное, на вечернюю пойдем на рыбалочку и, наверное, пойдем на роду вообще никого мошка спадает в принципе, мы вот без масок у Дрюха вообще сидит даже в шортах все отлично народу вообще никого просто исповедник рыба, если тут, не знаю, слышно или нет мы на плечице, прямо где будет за островом здесь, где плечице кишит первое утро первое утро немножко есть, но ее не так много но она все же есть ее много она как будто чует меня я все больше и больше так, друзья мои вот мы набрали срез всяких от мошки эфирное масло гвоздики провинцара вот такие спреи причем они здесь пишут надежной защиткой от клещей комаров, слепней а здесь мелко написано вот, от мошек вот такую штуку взяли Андрей нашел вот такой детский спрей и он уже с маслом гвоздики идет гвоздика отпугивает вот такой тоже взяли какие будут действовать непонятно ванилин вазелин и одеколон для чего это нужно значит ванилин мешаем с вазелином и вазелин просто впитывает в кожу как бы впитывается в кожу хорошо и держит ванилин смысл не в вазелине, не в одеколоне а смысл в ванилине мошка боится ванилина одеколон также впитывается в кожу мешается все это дело с ванилином куда-то там сливается потом переливается в какой-то тюбик, шмубик или обратно сюда и наносится опять же на тело это просто как бы вспомогательное средство для того чтобы ванилин как бы питался в кожу держался на коже сам основной индиент выделил ванилин ну и вот еще народное средство это гвоздика эфирное масло гвоздики тоже очень как бы это помогает вообще как бы мошка боится любые какие-то резкие запахи я еще взял сейчас не положу вам сюда тоже не показать ну просто звездочку хочу попробовать во-первых там ну да вроде так профилактика от простуды от всего и вроде бы хочу попробовать тоже резкий запах может быть она будет и звездочку бояться вот мошка ну не знаю видно вам сейчас нет но она присутствует она есть но мы взяли костюмы разные с собой антимоскитные шляпы взяли сеткой забралом но пока этим ничем даже не пользовались вот мы стоим находимся она не кусает просто на немножко как бы докучает скажем так но ее не очень много вот когда мы ехали в Ахтюбинске ее было очень много на бензоколонке тоже мы вышли и было много очень много было в Ахтюбинске вот после Волгограда скажем мы отъехали и вот до Ахтюбинска после Ахтюбинска ее было очень много сейчас ее не очень много в принципе вот на солнце ее меньше чем в теньке вот такой еще сделали вывод штиль ветра нету вот она присутствует будет ветерок наверное она и пропадет вовсе то есть Машка идет на обувь сегодня у нас двадцатое число запрет снят и мы вечером выходим на рыбалку эхолоты мы настроили если получится то мы покажем вам два эхолота вместе как работают это Оранс Хуб пятый и Драгон Флай 4 ДВС Машка все таки лезет в рот не очень приятно конечно она не кусает она щепотит и лезет вообще в рост в нос, в глаза, в уши вот и возможно мы вот игру сравним два эхолота ну не то что сравним немножко как бы неправильно сравнить четвертую серию с пятой серией пятая у нас будет серия пятый Хуб стоять это Оранс будет и 4 ДВС будет стоять от Раймарин покажем как что показывает то есть по возможности коллега найдем ну постараемся что-то сделать все короче вот такая ситуация на Ахтюбе вода вообще полный штиль народу вообще никого за вчерашний вечер и за вчера мы правда поздно приехали но все равно ни одной лодки не проехало сегодня ни одной лодки не проехало за все время все сейчас уже час наявра по-моему Машка все таки в тени по деревьям ее немерено рыба плещется практически везде особенно утром плескалась мы приехали в заповедник какой-то первый раз я попал на Ахтюбу когда нет народу вообще просто народу нет постараюсь вам кошмар показать здесь по мне курорт здесь климат не вдоль и часто погода здесь наоборот и здесь ветрам и дождю вас не понять и можно забить семьей побыть но мы уезжаем рыбу ловить рыбалка это то что у нас не отнять это я сейчас под деревом ставлю ее просто здесь капецку мне приходится щуриться чтобы она в глаза сильно не лезла сейчас попробую наобшикаться сначала попробую масло гвоздики масло гвоздики Андрюха ее под деревом просто жопа я ставлю на себе эксперименты на пытаешь в комнату не заходи после этих экспериментов Андрюха меня в комнату не хочет пускать слушайте ну короче она она ушла сейчас под дерево полезу подсмотрю что под деревом будет да она не лезет она пришла ко мне у тебя трубка тоже с гвоздикой? у тебя трубка тоже с гвоздикой? нет трубка не с гвоздикой слушай короче гвоздику на лоб попало сейчас я немножко это щипет гвоздику эфирная масса гвоздики щипет не лоб не очень приятно то есть нежные места наверное мазать не надо вот я пришел на то же самое место здесь немножко пожирала ну я бы не сказал что ее прям нету сейчас немного постоим ну она ко мне не подлетает она вокруг летает да и от меня шарахается скажем так она реально шарахается слушай а вдруг она а? у тебя тоже нет ее да? тоже не нравится да дым трубки? блин прям вообще везде рыб плечется всплески прям вообще постоянные всплески постоянные даже днем сейчас час где-то дай сейчас дня всплески постоянные ну короче вот я стою здесь уже наверное несколько минуток и мошка ко мне не лезет это просто эфирное масло гвоздики шоколад но оно щипет вот на лоб попало мне щипет то есть руки вот намазал нормально не щипет там грудь все волосатого мазанова не щипет а лоб щипет всплески рыбы Андрюша мы сегодня будем с тобой единственные и неповторимые вообще в целом будем единственные и неповторимые потому что народу речки вообще нет погода жаркая да все мошка не лезет масло работает единственное по воде плывет пух небольшой здесь вот тоже все тополином или такому-то пуху но он не летит уже он просто вот уже здесь ковром по всему берегу запах я уже посторонний не чувствую вчерашний ну потому что наверное я воняю гвоздикой нет он сегодня будет улетучился да а вечером будет наверное да слушай может вечером какой-то цветок распускается ну и вчера вечером ощущали приехали ощущали какой-то запах необычный такого никогда на автобе не чувствовал вот именно видно он в июне неприятно а еще липы там цветет и вообще очень обиден цветет может мы с тобой в чайку бабахнем так ну что первые палочки мы сейчас попробуем сегодня поставить это от лжанки джерк два десять сто шестьдесят грамм разбирается она так же как фрукслайн на отдельную ручку и холист что он же сполоснулся да отлично не тоньше он чем у интерцептов это ты мне ну нам сейчас вдвоем у меня двадцать нормально да ну как трудно сказать он до ста пятидесят сколько пятьсот шестьдесят я не знаю надо посмотреть ну вроде блин по качеству еще видно довольно-таки звал сама не знаю выдержит не выдержит но как точно выдержит сама я не буду говорить я его даже не могу ну что друзья мои всем привет с вами дивер и это наш первый фильм за 2018 год о летних поездках это июньская поездка на речку ахтуба база левада в этом фильме мы будем ловить судака судака будем ловить джигом и и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Он положил Андрюшина всякие джиголовки в сторону и взял свой любимый волжский джиг Субтитры сделал DimaTorzok Пока Андрюха, знаешь о чем мы забыли? Пакет Плетеный шнур для джига я использую от 0.14 до 0.18 Восьмижильный будет шнур или четырехжильный, мне по сути все равно Четырехжильный шнур, мне кажется, что просто меньше истирается Меньше ворсится Но восьмижильный шнур, основная его заслуга, это то, что он меньше шумит по кольцам Ну и возможно, что ненамного увеличивается дальность заброса В этом месте течение очень сильное И определить, какого размера судак, довольно-таки проблематично Да нет, он как-то теребунька ворона упал Пьяная ворона Такой, зараза, стандарт и все Ничего не поделаешь Ну ты давай, плыви Ты что, лёг Мелкий Ну вообще маленький Берш Помните, друзья мои, берш может достигать размеров до полутора-двух килограммов Это, конечно, редкость, особенно в нынешние времена Но я помню те времена, когда не редкость Была поимка берша от 800 грамм до килограмма На джек интерес, когда келджам на три завалится На двушку тоже Если еще берша поймаем, надо будет место менять Ну странно, здесь бы судак стоял А, ну первого судачка же взяли Засранец Субтитры сделал DimaTorzok Не надо, не надо, что ты, Андрюха, если подсак, я, знаешь, у меня в спиннинге все колышки ушел Я всегда балдел от джига, когда в тенечке стоишь А солнце, конечно, пекло В тенечке очень хорошо Так, это немного покрутнее Давай, Андрюха, подсохи Ну что, у тебя она то поклевывает или тебе дать? Нет Сейчас, эту прибанночку дам Приманка уже вся покусана Приманка уже вся Вот она ветка, от которой стучал наш воблер. 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 Да, в одном месте берет, прямо вот так кидаем. Мы нашли очень большую стаю судака. Но чтобы поймать его здесь, нужна сноровка и необходимый навык при ловле судака на джиг. Есть. 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 Жарный берет. Проглотил. Он бы даже без посадочника не сошел. Голосом повредили. Ух. Ух. Да, Андрюх, это хороший. Вот это хороший. Прям мелкая-мелкая потычка. Ох. Хорош. Ох. Наджик. Ух. 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 Ну, за что-то. Да. Не маленький. Вновь он не маленький. Не маленький. Ну, явная подпичка. Это как он там нашел? Ух. Ну, возможно, он долбанул. хотел развернуться уйти наверно а я вот все снимаю такой не выживет обычно на трудом как на g и ты слабину вишку праве сдаешь если даже от его потеку страну уйдет потекаешь и тут же уже мотаешь вот лишь слабину меньше уже дал судак слабину вообще не прощает не может быть такого по резине можем смотреть на птички да какую-то ветку завел сначала пришлось приостановить а вроде бы крупнее Странно в сторону идет, такое ощущение, что опять загалстук, а нет, он не крупный. Загалстук. Резина бомба вообще. Стоит 30 копейками. Аплодисменты Герману. А секрет резинта какой? Букву знает какой там. Не, ну понятно, это тоже реплики, просто родные стоят денег. Моментально, вообще просто, просто моментально сошел. Просто вообще, это бомба, опять сошел. Второй на проводке. Не слазит резина с этого ажджига. Третий на проводке. Вот три поклевки, три рыбы, а силикон сидит на месте. Он даже от чебурашки, от свинца, короче, отошел. Да. И волжский джиг мне вот это очень нравится. У них крючок высоко поднят. И довольно таки правильная форма такая. С него сходит меньше. Холостой прошел. 28, наверное. Ты можешь с этой стороны кидать, тебе удобно. Парит? Да. Ну с этой стороны кидай, а с этой не кидай. Я тебе могу дать потяжелее, 28. Попробуй сейчас с этой стороны кинь. Некрупный гаденыш. Палочка мне очень нравится. Проглатывает ее. Почти полностью проглатываю. Потяжелее стоять. Мелкие. Да, поклевки, конечно, прям аж мурашки по коже. Тихо ты, а то повредишь себя еще. Сранец, дайте выпущу. Так, давайте потяжелее. Там сам можешь найдешь, да? Там 20. Сейчас пока нормально. Тихо, ну я еще раз кину. Тихо, наверное, смотришь. Тихо. 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 Тихо, бакуха. Тихо. То, тут побольше я возьму возьму намного побольше но уже интересно блин очень мне нравится палочка очень приманку проглотил полностью на него во рту все как я тут достать я поставлю потяжелее сейчас такие всплески были я думал там у тебя ах ты просто повис и сначала думал коряга хороший был тут уже бершик наверно гвоздика и все и машки нет и машки нет не любит машка гвоздик не дергайся сейчас пойдешь обратно домой прям вообще андрюху знаешь что даже он мелкий поэтому так поклевки на какие-то интересные еще мельче шланта вот так вот подумал вот так вот подумал да он сейчас как-то берет по стране он погрупнее чем у меня прям жадно берет проглотает сейчас понятно ничего освоишь ну не крупный опять да я не пойму на таком спину я не пойму на таком спину думаю я не пойму на таком спину думаю все-таки к трезунгому когда привыкнешь но уже другие конечно ощущения ну ощущения и неудобства даже я бы сказал катушка как бы меньше мотает тем тяжелее так давай распутать за нижнюю губу обычно сюда за верхом хорошо в кость попало не зашел бы точно так плавно хвостиком помахал ну да с этой стороны удобно получается слева в рыбалке самое главное удобство если неудобно значит надо место найти чтобы удобно было у нас двигатель весь мошкой облеплен я вновь вон вон но это крупнее на копчение может катушка у меня такая она вообще не крутит и реализация большая если подтекает в принципе никак даже не на тролли но если я говорю все правильно сделать то рыбы джигом больше набьешь вопросы просто конечно в размерах две поклевки за проводку серьезно чуть-чуть слабая сразу раз сошел вот он стал подводкой брать ушел ну вот здесь прям любую любую да да конечно большая почему под эту возьми головку там пятый номер будет написано а это не пойдет она пойдет да пойдет тоже не не выкидывай мне давай для обзора надо будет так вот 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 как вы мелкожопой достали будешь не будем собирать будем показывать у него как он все подрано камеру эти есть 2 ну и к лучшему руки суши будут и андрюх подсак убираешь как-то интересно блин позачетнее крупнее резину возможно может и за это может резина очень хорошая посмотрел в косты да вот так и после же удобный бук и чем больше резинка так а где наши джиги это пустой 26 28 28 на крючке ложка джига очень правильно сделаны немножко при опущены вниз очень острые довольно таки прочные и большое вот цвей у них вот как раз весь нормальный резина ангерман бомбическое вообще просто очень упругая не свозит резина копеечная если оригинальный брать денег стоит бешеный но очень упруга прокалывается даже тяжело и мальчик глаза только вот я не знаю зачем их клеит отваливаются на раз-два наверное одноразовый фирменный знак так отстрелялись у нас вот такая резина отлично просто все все покоцаны потому что уже не покажу вот такой цвет просто рулит весь драны и наверно даже я сейчас вот сниму потом руку поставлю такая маленькая что-то не очень ловит попробовать побольше может поставить сейчас вот эту попробую красные не всегда хорошо резинка как воблер практически играет проводишь аж кончик спиннинговый пока тихо возможно красный хвостик не нравится я бы хвостик сразу сразу ой у меня взял я сошел что такое у меня сошел все стадо запалил все стадо запалил надо потихоньку сейчас даже если он мелко подымать его не буду ну и по лучшему у нас гвоздики выручай и все вот тут она сразу все пропала так Субтитры сделал DimaTorzok Эх, хорошо Что, простукиваете? Нет, пока Засроните 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 Нашу приманку Становится Проблематично Забитый тюльпан Пухом Просто стопорит Плетеную леску Да Место шикарное Тут окунь Тут судак Да я сам справлюсь Пацак просто вот так клади, чтобы он с очком сюда был Я сам это справлюсь. Вот так мы тут ловим и окуней и судаков. Продолжение следует...